О причинах трагедии на воде сегодня рассказал и поделился примерами служебной практики Сергей Курикалов, главный госинспектор ГИМС ЕАО. Поводом к невеселой беседе на авторадио стала недавняя гибель в воде двух подростков. Эти два случая можно считать неординарными, так как статистика за несколько лет все-таки показывает снижение числа несчастья на воде. Если, к примеру, брать за отчет 9-10 год, когда на воде гибло порядка 35 человек, то сейчас у нас буквально в позапрошлом году утонуло, это имеется в 16-м, 13 человек, в прошлом году 12 человек. То есть тенденция наблюдается. Но, к сожалению, гибнут дети. И что, наверное, вдвойне в тройне это печально. Основная причина, по которой чаще всего тонут в начале лета, это холодная вода. В ней возникают судороги, спазмы мышц, избавиться от которых, по совету госинспектора, можно попробовать уколов мышцу булавкой, загодя пристегнутой к плавкам. И что еще немаловажно, это купание на тех водоемах, где, так скажем, которые не оборудованы, не организованы для купания. То есть нет людей, которые могут сразу сориентироваться и оказать посильную помощь. Рекомендованных для купания водоемов в Биробиджане всего два. Это участок парковского карьера и пляж Логова Скорпиона. Купаться безопасно можно только там. В остальных местах чревато печалью. Тем более, если отдых проходит с алкоголем, даже в приличной компании нет гарантии безопасности. Судя по многим примерам, приведенным гостем студии, алкоголь для купальщика губительнее холодной воды. Под его горячительным воздействием часто вспыхивают опасные пари. А спорим, я переплыву. Бывали и нелепые соревнования, за которые хоть премию Дарвина вручай. Распив все напитки, стали бегать в воду, кто дальше убежит. Один убежал очень далеко. Тоже его извлекли через сутки. Сергей Курикалов рекомендовал при отдыхе на воде иметь плавательные жилеты, надувные круги. А если лагерь или бивак у воды многодневный, то стоило бы иметь под рукой веревку с плавающей петлей. С ее помощью можно вытянуть утопающего. Полная запись эфира с главным госинспектором ГИМС, начальником отдела безопасности людей на воде МЧС России по ИАО, на портале reabir.ru. Дмитрий Егерев, Сергей Баблюк. Новости 21.